Это Миша, 19 лет, второкурсник Сыктывкарского университета. В его голове куча вопросов. Как сдать сессию? Как закадрить бывшую одноклассницу Машу? И как стать миллиардером? Это Билл Гейтс, мультимиллиардер. Когда ему было столько же, сколько Миши, он бросил учебу в ВУЗе. Миша, как и 7,5 миллионов российских студентов, проводит в университете 34 часа в неделю. 2000 часов в год. Миши это не нравится. А его родителям не нравится то, что 50% этого времени он проводит впустую. Тусуется с друзьями возле универа и спит на задней парте. В возрасте Миши Билл Гейтс проводил время по-другому. Бросив учебу в ВУЗе, он учился еще усерднее сам. И в 19 лет основал компанию Microsoft. Миша тоже мечтает меньше времени тратить на учебу. А еще купить айфон и уехать из Сыктывкара в Европу или в Америку. Но Миша понимает, что с дипломом Сыктывкарского университета его не возьмут на работу в Германии или США. Два года назад Миша не знал, что он может получить диплом в европейском ВУЗе, не вставая из-за компьютера в городе Сыктывкар. У Миши неважно с английским, но в Европе есть ВУЗы, где учат русские преподаватели. Например, университет Эйхсеба. Через интернет он мог бы поступить на бюджет и получать стипендию в 100 евро. Конечно, родители Миши думают, что учиться можно только сидя за партой. С ними не согласятся больше 50 миллионов человек в мире, которые сегодня учатся дистанционно. В США таких миллион человек, в Китае два миллиона, а в Индии полтора. Благодаря недоучившемуся студенту Гейтсу, в Индии этот показатель стремительно растет. В 2010 году он выделил 20 миллионов долларов в поддержку проекта онлайн-образования Шикша, а годом раньше 12 миллионов 900 тысяч долларов на развитие дистанционной учебы в США. В этой стране к 22 годам среди учащихся онлайн 90% уже имеют постоянную работу по специальности. Они применяют знания, которые получили из видеолекций, и имеют зарплату не ниже 5000 долларов в месяц. Столько же родители Миши тратят в год на его учебу в университете. И даже самый богатый человек в мире считает это несправедливо. На конференции Теконами он заявил, что очное высшее образование во многих вузах слишком дорогое, и поэтому интернет сможет составить реальную конкуренцию вузам уже через 5 лет, благодаря ценам. Дистанционное обучение в европейском вузе Эйхсеба за семестр стоит столько же, сколько айфон, о котором мечтает Миша. И если бы он у него был, Миша мог бы получать образование даже с его экрана. Студенты вуза могут обучаться в любое время и в любом месте, где есть интернет. А окончив учебу, получают диплом европейского образца и могут работать в любой европейской или российской фирме. Опрос показал, 8 из 10 работодателей скорее позовут на собеседование обладателя диплома европейского вуза, чем аналогичного российского. Миша так бы и остался студентом Сыктывкарского университета, но когда смотрел фотографии бывшей одноклассницы Маши, узнал, что она учится в университете Эйхсеба, и тоже поступил в престижный европейский вуз. Нашел работу и сам платит за учебу. Как говорил Билл Гейтс, образование – лучшее вложение денег. Отправь этот ролик всем своим друзьям. Пройди тестирование на поступление в вуз здесь, и всего через одну неделю ты и твои друзья сможете с гордостью называть себя студентами престижного европейского вуза. Не упусти шанс изменить свою жизнь.